Битва за мораторий. Ещё в прошлом году Европейский Союз настоятельно требовал упразднить запрет на экспорт леса. Украина ввела его в 2015-м на 10 лет. Отмена была ключевым условием выделения транша в размере 600 миллионов евро. Мораторий не отменили, а лес по-прежнему рубят и везут в ту же Европу под видом досок. Тем же, кто противостоит уничтожению леса, пытаются закрыть рот. Какими способами, расскажет Ольга Паламарюк. В апреле 2016-го райцентр Глыбокое. Посреди Белого дня несколько военных останавливает грузовик с лесом. По их информации, деревья срублены незаконно. Мужчины требуют, чтобы водитель предъявил документы на груз. Тот отказывается. Тогда атошники делают несколько выстрелов в воздух. В одном из мужчин водитель узнал руководителя областного центра помощи участникам АТО Киборга Валерия Красняна. Якобы у него было оружие. Тогда, по факту, открыли уголовное производство, но дело дальше не пошло. И вот спустя почти два года о нем опять вспомнили. Сегодня Красняну избирают в меру пресечения. Одна особа уже вызнана виновной. Один из фигурантов этой справы. Там статья 353 привлечения владельцев правоохранительного органа. Сейчас только вырешивалось, вернулись к суду с хлопотанием про обрание запобежного захода на стадии досудового расследования. Защита требует отвода судей. Сомневается в его беспристрастности. Тот оглашает перерыв. Активисты, которые пришли поддержать Красняна, бросаются к прокурору. Вы, людей, которые патриоты, которые проливали кровь за эту страну, оглашаете им подозрение? А злодеям, которые крадут лес и безчинство делают на этой стране, вы почему-то не работаете? Волонтеры и боевые по братиму Валерия Красняна уверены, к делу двухлетней давности вернулись не случайно. Валерий сейчас снова поднял вопрос незаконной вырубки лесов. Речь идет о незаконной вырубке пяти гектаров высококачественного дуба. Краснян узнал об этом от местных жителей и обратился к чиновникам с требованием прекратить уничтожение леса. Но вместо этого возобновили уголовное дело. Они сейчас сволочи там захотели пять гектаров знищить просто на уровне дороги, потому что только там залишился дуб. Наш Глебоцкий и Каменский лесничество, они тупо знищили. Лес в промышленных масштабах уничтожают не только на Буковине. Его рубят и в Ивано-Франковской области, и в Закарпатте. И несмотря на то, что в Украине вот уже три года действует мораторий на экспорт кругляка, его вывозят вагонами, чаще всего в Европу. Под видом досок, а иногда даже обычных дров. Активисты пытаются противостоять вырубке ценных пород деревьев, но их никто не слышит. Ведь нередко в таких делах замешаны высокопоставленные чиновники. И фигурируют огромные суммы в валюте. Видимо, поэтому за решетку так никого и не отправили. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.